всем привет еще раз заметки о черкесии константин анатольевич сегодня мы поговорим о дольменах вы как специалист расскажите вот про сочинский регион насколько здесь представлена культура дольмена строения насколько она развита и как они отличаются соседей региона дольменами я занимаюсь уже плотно 15 лет и за это время уже собрана информация по региону именно по территории большого сочи о расположении более 360 памятников то есть это сбор информации то что географические координаты фотографии обмеры до зарисовки фиксации измерения ориентации дольменов на ландшафте по сторонам света и сейчас уже обобщая вот этот вот большой объем можно говорить о том что территория сочи она наиболее разнообразно представлена памятниками по сравнению с остальной территории кавказа по исследованиям известного специалиста по дольменам резепкина алексей дмитриевича он всю территорию распространения дольменной культуры разделил на пять очагов и каждый очаг он характеризуется своими какими-то локальными особенностями построек своими пропорциями которые редко встречаются на соседних территориях и получается что территория он тогда выделил территорию сочи и туапсе в туапсинский район сейчас можно сказать уже мы на территории сочи уже больше дольменов нашли чем в туапсе поэтому ну по крайней мере это сочинской туапсинский район до либо это даже как наш известный исследователь дольменов местные михаил иванович кудин он вообще определяет название этого района как центральный район и это имеет основание потому что на нашей территории встречается наибольшее разнообразие памятников чем на любых остальных оставшихся четырех этих районах распространение дольменной культуры у нас представлены на территории большого сочи все основные типы памятников это плиточные корытообразные составные и монолиты и также здесь встречаются мегалитические гробницы в виде колодцеобразных гробниц которые найдены на красной поляне и также гробницы того же дольменного времени но немножко другого конструктива который не позволяет их назвать именно колодцеобразными поэтому мы общее общее название так выдаем мегалитические гробницы вот при этом распределение процентное соотношение вот между типами памятника у нас достаточно интересно в отличие от другой от оставшейся территории кавказа на все территории кавказа плиточных сооружений вот такого типа встречается более 90 процентов у нас же такие памятники 53 процента дальше корытообразные сооружения морковин семидесятые годы когда исследовал дольменную культуру он определил порядка нескольких процентов корытообразных на всей территории кавказа у нас практически 3 28 процентов по территории сочи корытообразных дольменов составных памятников тоже там около процента морковин дает по всей территории кавказа у нас составных памятников проекта 13 процентов при этом среди каждого типа дольменов встречаются локальные подтипы особенностей которые не встречаются на другой территории кавказа либо встречаются в единичном количестве у нас есть дольмены полумонолиты которые выбивались целиком скальном выходе обрабатывался только фасад этих сооружений и выбивалась камера там через верх сооружения ну и частично там через входное отверстие таких вот полумонолитов ну единицы на все оставшиеся территории кавказа потом у нас большом количестве найдено ложно-портальные памятники порядка сорока наверно процентов из корытообразных сооружений у нас нужно портальный дальше встречается памятники с двумя входами с двумя ложными входами до вариации очень много пропорции много и такого разнообразия мы больше нигде не видим гельминский район он характеризуется плиточными сооружениями такими основательными больших размеров характерных пропорций карата образных сооружений там достаточно мало единицы в абхазии дольмены они менее трапециевидные но не тоже очень большие сделан из известняка преимущественно они намного больше раскопки показывают что там захоронения там несколько десятков человек может там располагаться у нас конечно сооружение по размерам меньше но они более разнообразны и по таким вот по разнообразием можно говорить что у нас район центральный и по времени существования дольменной культуры мы уже можем с уверенностью говорить что здесь эта культура просуществовала дольше всего на кавказе и она здесь благополучно зачахла почему потому что у нас встречаются такие редкие типы как можно портальные плиточные сооружения с выступающими порталами на фасадной плите то есть как когда имитация портала идет на фасадной плите а при этом вот эта плита которая имеет вот эти в портальные выступы она еще вписана в боковые плиты двойной портал получать то есть идет картообразные сооружения они шли как подражание плиточным и на фасадах картообразных сооружений выполнялся вот этот портал а дальше этот тип уже идет как подражание картообразному портальные выступы изображаются на фасаде и плюс еще это фиксируется боковыми плитами при этом эти дольмены можно портальные плиточные что важно можно портальность она характерна для поздних сооружений то есть это однозначно говорит о том что этот памятник поздний и при этом в этом же районе очень много не достроены да надо делаем да папа вот этим признакам мы можем говорить что здесь эта культура достигла своего апогея и завершилась благополучно где-то во второй половине второго тысячелетия наши до нашей эры спасибо вам интересно продолжим еще в будущем вы делитесь с друзьями комментируйте ставьте лайки и пишите что вам интересно по этой теме будем ее развивать всем пока